Здравствуйте! В эфире Таганрогская телевизионная сеть. Вы смотрите очередной выпуск программы «Обо всем понемногу». С вами я, ее автор и ведущий Евгений Токарян. 19 декабря православные христиане чтят память святителя Николая Чудотворца. Об этом святом сегодня рассказывает православная страничка программы. 19 декабря день смерти святого, которое случилось в 354 году. Святого, бывшего при жизни архиепископом Мир Ликийских, область Италии, почитает весь христианский мир. В лихую минуту о нем вспоминают, к его помощи взывают даже иноверцы. По преданию Николай помогает путешествующим, страждущим бедным людям, находящимся в плену. Отсюда ему особая благодарность. Святитель Николай действительно такой необычный святой, ведь он не оставил после себя даже никаких письменных работ, как, например, святитель Иоанн Златоуст, великий проповедник. Но он очень почитаем и любим в народе. Он жил довольно-таки давно, больше, чем полторы тысячи лет назад. И память о нем жива и ныне. Может, многие даже люди его и считают русским, может быть, человеком. Святитель Николай всю свою пастырскую деятельность, все деньги, которые имеет иерарх церкви, он направлял на благотворительность. Он заботился о бедных, о обездоленных. Он молитвенник и заступник перед Богом за нас. Он скорый помощник, его еще называют. То есть, если к нему помолиться, он очень быстро помогает. И поэтому он так любим в народе. Как только народная любовь и вера в заступничество Николая не величало святого. Никола, второй после Бога заступник, говорили про него. К Николе Ратному взывали русские воины на поле битвы. Так, отправляясь в 1380 году на битву с Мамаем, князь Дмитрий Иоаннович увидел причуден образ Николая-чудотворца, окруженный звездами и источающий свет. Возвращаясь победителем с Куликова поля, князь повелел воздвигнуть на этом месте в честь святого монастырь, известный как Никола Угрежский. Призывают Николая при заключении брачных союзов, чтобы была совместная жизнь прочная и благополучна. Старину предпосебной служили святому молебны, как покровителю них и урожаев. День его блаженной кончины в народе называют Николой Зимный. Но в русском церковном месяцеслове празднуется также день перенесения его мощей. В 1087 году из Мир Ликийских, город в Малайзии, в итальянский город Барь. Этот день, 22 мая, именуется Никола Вешний. Но и в простые дни, круглый год, у бесчисленных икон святого не угасают свечи. Звучат молитвы великому заступнику всех в бедах обретающимся. Обладатель городского знака доверия потребителей шашлычная 5 звезд хорошо известна в Стаганроге. Здесь вы всегда можете приобрести свежие полуфабрикаты, маринованное мясо курицы, свинины, говядины и баранины, чтобы пожарить их самостоятельно. А также заказать изготовление блюд на мангале из всех видов мяса, курицы, печени, форели и семги, шампиньонов, картофеля и овощей. Заказ можно получить лично или к назначенному времени. Его вам доставят по указанному адресу. Доставка по городу бесплатная. Вас ждут по адресу улица Дзержинского, 144-L, ежедневно с 11 до 23.00. Телефон для заказов 633-555. Зимой многие люди страдают депрессивным синдромом. О том, как справиться с этим состоянием, рассказывает ваш домашний доктор, врач-физиотерапевт Виктория Булгакова. Здравствуйте! Зимняя погода очень переменчивая. Это ветер, мороз, снег, дождь, слякоть, резкие перепады атмосферного давления и, конечно, малое количество солнечных дней. В этот период у многих людей появляется чувство апатии, плохого настроения, усталости, нервозности и даже депрессии. Но в таком состоянии и настроении находиться долгое время нельзя, потому что начинают страдать внутренние органы. Поэтому доступными средствами мы должны помочь себе сами. Первый фактор – это водный режим. В зимний период в организме человека замедляются обменные процессы. Это аналогично с зимней спячки у животных. Но человек не спит, активно движется и работает. В результате жизнедеятельности в клетках каждого органа накапливаются продукты распада, токсины, и они медленнее выводятся. Поэтому клетка менее активно работает. Следовательно, мы должны активнее помочь ей избавиться от токсинов и шлаков и очистить свой организм. Для этого человеку необходимо в день выпивать до 5-6 стаканов жидкости. Это могут быть соки, морсы, минеральная вода, обычная вода, зеленый и черный чай и компоты. Мы также не должны забывать о одном из мощных очистительных органов, как наша кожа. У взрослого человека площадь кожи достигает 2,5 квадратных метров. Кожа выделяет все продукты распада, соли, радионуклеиды. И чтобы дольше она нас защищала и лучше работала, всего лишь необходимо ей ежедневно вечером принимать теплый душ 7-8 минут. Кто любит контрастный, пожалуйста, можно контрастный. Второй фактор – это питание. Питание зимой должно быть особенно разнообразным и рациональным. Необходимы полноценные белки. Это молочные продукты, молоко, молочное кислое, творог, сыры, сметана, яйца, мясо. Очень хороши также продукты белки растительного характера. Это фасоль, бобы, зеленый горошек, грибы. Жиры должны быть в составе комбинированном. Это растительное масло, подсолнечное, кукурузное, оливковое, все виды орехов, как источник орехового масла. И также животное, сливочное масло. И кому позволяет диета – 1-2 небольших кусочка сала. Потому что сало содержит арахидоновую кислоту, которая изумительно подпитывает ткань головного мозга. Для восстановления и активизации кислительно-восстановительных процессов, то есть для более быстрого сжигания калорий, необходимы овощи и фрукты. Из овощей замечательные морковь, все виды капусты, белокочанная, кальраби, изумительная брокли, цветная, свекла, тыква, чеснок, лук. Фрукты, конечно, выбирайте те, которые вы больше любите. Но в день хорошо сочетать хотя бы три вида разных фруктов. Это могут быть яблоки, апельсины, мандарины, киви, бананы, гранаты, лимоны. Третий фактор – это фактор положительных эмоций. Свободное время. Оставьте свою рутинную работу и займитесь любимым делом. У кого-то это чтение, рукоделие, кто-то ухаживает за своими комнатными цветами, кто-то сидит у компьютера, но не более двух часов, если это развлечение. Кто-то слушает прекрасную музыку, а кто-то и танцует. И это великолепно. Ведь танцы – это движения под музыку, в которых задействованы различные группы мышц. Создается гармоничная атмосфера. Выбрасывается мощная положительная энергия, близкая к эйфории. Меняется самоощущение. Уходит негатив. В крови повышается количество эндорфинов – это гормоны радости. И, естественно, улучшается настроение. Очень хорошая вещь – это теренкур. Ежедневные вечерние прогулки на свежем воздухе 30-40 минут. И четвертый фактор – это свет. Человек, как и все живое на планете, без света обходиться не может. Когда на небе светит яркое солнышко, мы невольно, подсознательно чему-то радуемся. И это не просто так. Потому что через органы зрения солнечный свет достигает шишковидной железы головного мозга, которая и способствует выработке эндорфинов – гормонов радости. Поэтому в зимнее время не сидите в темной комнате. Пусть хотя бы в одной из комнат, где вы находитесь, отдыхаете, расслабляетесь, будет яркое, хорошее освещение. Я надеюсь, что эти простые советы помогут вам чаще улыбаться и оставаться в хорошем настроении. Будьте здоровы! До свидания! Наступают новогодние и рождественские праздники. И рецепт, который сегодня предлагает Марина Цветкова, поможет хозяйкам украсить праздничный стол. Здравствуйте! Сегодня я для вас приготовлю салат «Грибная поляна». Для этого нам потребуется Отварной картофель, Отварное куриное мясо, Маринованные грибы, Вареные яйца, Сыр, Зелень, И майонез или сметану. На блюдо выкладываем картофель, порезанный кубиками. Сверху выкладываем куриное мясо. Это может быть мясо сокрачков или куриное филе. Кому что нравится. Следующим слоем используем грибы. Я использую мелкие грибы. Но если у вас крупные, то их лучше порезать. Оставшиеся грибы нам еще потребуются. Все это мы пропитываем майонезом или сметаной. Так, и теперь мы берем яйцами. И все посыпаем сыром. И сейчас мы все это пропитываем сметаной или майонезом. А теперь из зелени делаем лужайку. И грибами, которые у нас остались, мы украшаем наш салат. Наш салат «Грибная поляна» готов. Приятного аппетита! Мы продолжаем знакомить вас с ассортиментом фитоцентра «Целебные травы». Рассказывает руководитель предприятия «Целебные травы Северного Кавказа» Екатерина Олейникова. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о самом феноменальном продукте пчеловодства – пчелином маточном молочке. В своей практике я использую высококачественное, адсорбированное, гранулированное, сухое маточное молочко. Оно удобно в использовании и имеет длительный срок хранения. Маточное молочко является сильным биостимулятором с ярко выраженными целебными свойствами. Основное его действие заключается в повышении иммунитета человека до уровня, при котором он самостоятельно борется с болезнью. Благодаря его применению происходит снижение физической усталости и ослабление нервного перенапряжения. Восстанавливаются силы, улучшается аппетит, сон, память, повышается работоспособность. Кроме того, маточное молочко способствует усилению сопротивляемости организма к разного рода инфекциям, повышению общего жизненного тонуса, улучшению самочувствия в целом. Под его воздействием происходит регулирование обмена веществ, улучшается работа органов пищеварения и печени. Маточное молочко положительно влияет на нервную систему, улучшает кровообращение головного мозга, обладает спазмолитическим действием. Кроме того, применение маточного молочка способствует восстановлению артериального давления, понижению уровня сахара и холестерина в крови, а также повышению эффекта восстановления после инфаркта миокарда. Маточное молочко эффективно применяется при лечении бесплодия и импотенции. Помимо этого, оно ускоряет выведение токсинов из организма. Препарат не следует принимать вечером, поскольку его прием может сопровождаться повышенным возбуждением, что может стать причиной бессонницы. Более подробно о данном замечательном продукте вы можете узнать в фитоцентре «Целебные травы» или на сайте lechatravy.rf. А на сегодня я прощаюсь с вами. Желаю вам крепкого здоровья и всего самого доброго. До свидания. Вас ждут по адресу город Таганрог, улица Александровская, 79, ежедневно с 8.30 до 18.30. Телефон горячей линии 8 800 775 3191. Одному из самых красивых домов старого Таганрога в этом году исполняется 165 лет. Рассказывает ведущий исторической странички программы Сергей Чаленко. Напротив ресторана «Волна» находится здание, которое многие таганрожцы и особенно молодежь знают как институт управления экономики. Однако так было не всегда. В XIX веке это здание по адресу современному Петровская, 47, и далее после арки Петровская, 45, принадлежало двум представителям купечества Таганрога. Петровская, 45, называлась домом Хандрина, а Петровская, 47, домом купца Серебрякова. Именно Серебряков построил здание в 1865 году. Это здание, и здание по адресу Петровская, 45, составляет внешне единый ансамбль, разделенный аркой. Но, тем не менее, отличается лепниной, построением окон. И между ними есть не яркие, но все-таки различия. Но дело не в этих архитектурных подробностях. Дело заключается в личностях этих купцов. Серебряков, чтобы построить это прекрасное здание, много и честно трудился. Хотя у нас так принято в России. Если человек богатый, то обязательно он что-то украл. Поэтому ему приписывали, что якобы он занимался изготовлением фальшивых денег. Но это вряд ли. Дело в том, что свои деньги он заработал очень честно. Был одним из владельцев Таганрогского кожевиного завода. И завод делал прекрасную обувь. Затем он занялся поставками мануфактуры из Парижа. Представляете себе, провинциальный город Таганрог. А парфюм, ткани, многие предметы роскоши прибывали сюда прямо из самого Парижа. И даже Ростов, всегда конкурирующий с Таганрогом за звание, скажем так, столицы Приазовья, столицы, может быть, даже Юга России, с уважением относился к его деятельности. Многие ростовские купцы и чиновники считали за честь, за такой писк моды приобрести именно товары от Серебрякова. Поэтому, имея средства, он и построил этот великолепный дом. В этот дом в 1895 году к нему в гости приезжал художник Айвазовский, который подарил и купцу Серебрякову одну картину. Одну картину для колонии малолетних преступников, которая находилась под Таганрогом, а другую картину городу. Вот где эти картины, история умалчивает. Впрочем, это объяснимо, потому что здесь была гражданская война, и потом в этом прекрасном здании размещался штаб 9-й стрелковой дивизии Красной Армии, вошедший в город после ухода дениковских войск. Затем, после гражданской войны, здесь была 16-я школа, в которой работал пионер-вожатым, будущий руководитель Таганрогского подполья и герой Советского Союза Семен Морозов, трагически погибший в годы войны во время подпольной работы против немецко-фашистских оккупантов. А сейчас здесь расположен Институт управления и экономики. Вот энергетика этого дома, она притягивает людей, потому что все прекрасное, вообще-то, находится вне времени и пространства. И недаром в прекрасном здании купца Гайробетова, о котором мы рассказывали, расположился Иньяспид-института. И вот в таком же прекрасном здании появился Институт управления экономики. В этом есть нечто традиционное, историческое и мистическое, что в хороших, красивых зданиях, построенных с душой, с любовью, находятся сейчас прекрасные учебные заведения. Мы последовательно рассказали об истории здания современного пединститута на Петровской, принадлежащем купцу Гайробетову. Затем мы говорили о гостинице «Бристоль», современном ресторане «Волна», принадлежащем братьям Багдасаровым. И о здании по адресу Петровская, 47, где расположен Институт управления экономики, некогда принадлежавшего купцу Серебрякову. Все они были армянами. Это интересный пример того, как люди разных национальностей вливались в общество таганрожцев и украшали своим трудом и таганрог, и делали лучше его архитектуру. Поэтому традиции национального мира, традиции толерантности, понимаемой как гармонию разнообразия, как совместный труд на благо таганрога, издавна присущи нашему родному городу. Обладатель городского знака доверия потребителей «Шашлычная пять звезд» хорошо известна в Таганроге. Здесь вы всегда можете приобрести свежие полуфабрикаты, маринованное мясо курицы, свинины, говядины и баранины, чтобы пожарить их самостоятельно. А также заказать изготовление блюд на мангале из всех видов мяса, курицы, печени, форели и семги, шампиньонов, картофеля и овощей. Заказ можно получить лично или к назначенному времени, его вам доставят по указанному адресу. Доставка по городу бесплатная. Вас ждут по адресу улица Дзержинского, 144-L, ежедневно с 11 до 23.00. Телефон для заказов 633-555. Шашлычная пять звезд. Завершит наш сегодняшний разговор обо всем понемногу небольшая зарисовка. А я лишь хочу напомнить, что теперь вы можете смотреть мою программу и ее отдельные сюжеты на YouTube-канале Евгений Токарян. Прощаясь, я желаю всем удачи, отличного настроения и как можно больше положительных эмоций. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok